Не большой брат, а нечто большее. И знает тебя лучше, чем ты сам. Контролирует эмоции, побуждает делать покупки и выбирает именно то, что тебе нужно, почти незаметно для тебя. Это не зомби-вирус, а всего лишь привычный фейсбук. 19 лет назад студент Гарварда Марк Цукерберг придумал что-то типа книги выпускников с их адресами, телефонами и возможностью онлайн-общения. К слову, из-за публикации этих данных, администрация ВУЗа вывалила Цукербергу обвинение в нарушении конфиденциальности частной жизни. Но проект было уже не остановить. И сегодня это один из самых посещаемых сервисов в интернете. А сколько еще разбросали свои социальные сети? Только в Беларуси ими пользуются более 5 миллионов человек. В день они проводят там от 2 до 7 часов. Если суммировать все время, проведенное беларусами в соцсетях и мессенджерах, получится цифра 625 миллионов человекочасов. Одних в сеть тянет по работе, кто-то же зависает там от нечего делать или вместо работы. Часы складываются в сутки, недели в месяцы и так проходят годы. И эти 625 миллионов человекочасов в месяц превращаются в налог, в некую контрибуцию, в некие репарации, которые побежденные платят победителям. В этом случае побежденными выступают беларусы, а победителями акционеры, собственники платформ. Каждый день стоит себе задавать вопрос, не ерундой ли я занимаюсь в интернете. В зависимости от Фейсбука без преувеличения весь мир. Из школьного альбома с картинками сервис превратился едва ли не в новую религию, соизмеримую по количеству последователей с христианств. И Фейсбук постоянно ведет свою проповедь. Лента на экране – это не хронология сообщений и материалов, а подборка, которую создал искусственный интеллект для каждого пользователя. Государство и многие межгосударственные органы требуют от глобальных платформ раскрыть алгоритмы рекомендаций, и чтобы человек видел, почему он видит тот или иной контент. Дело в том, что многие политики и государственные деятели считают, что таким образом платформа манипулирует общественным мнением. И для этого есть все основания. Фейсбуку в какой-то момент стало тесно в сети, и в 2011-м то, что начиналось как безобидный альбом выпускников, помогло организовать революцию в Египте. Сотни людей погибли, тысячи получили ранения. Подогревали антиправительственные настроения и вели координацию через эту соцсеть, чьи сервера находятся по всему миру, а штаб-квартира – в США. Доказательства того, что все не просто так, не заставили себя ждать. В 2013-м вскрылось, что Фейсбук следит за пользователями, собирая информацию по заданию Агентства национальной безопасности и ФБР. И, может, поэтому соцсеть знает, какую рекламу вам показать, какие новости и чьи лозунги предложить. Здесь контент размещен в социальных сетях. Наши фотографии, детализация на родственников, друзей, одноклассников, однополчан – она ведет к тому, что социальная инженерия работает против вас. Эта информация категорически делать нельзя. Если вы что-то размещаете, вы должны очень четко понимать, с кем вы общаетесь, что вы размещаете. На такой шпионаж пользователь соглашается добровольно. Помните соглашение мелким шрифтом при регистрации? Уверен, вы его не читали. Ну а кто вообще это делает? Зато соцсеть читает все ваши ленты и анализирует то, чем вы делитесь. Может даже прослушать владельца смартфона, на который установлено приложение. Технически это возможно, если предоставлено полный доступ, то есть приватность любой социальной сети, приватность тех персональных данных, которые вы размещаете, вы устанавливаете сами. Насколько вы это установили, насколько вы ограничили ту или иную информацию, нужно понимать, что настолько вы себя защитили. Когда вы устанавливаете на свое устройство продукты мета, вы в три раза нажимаете «Да». Дать доступ к устройству – «Да». Дать доступ к камере – «Да». Дать доступ к микрофону – «Да». В результате, нажав эти три раза «Да», вы даете доступ ко всей своей жизни. И мета обрабатывает абсолютно все данные, которые поступают от вас, в том числе те, которые вы давать вовсе не хотите. Между тем, полностью удалить данные с Фейсбука не получится. С серверов компании ничего не пропадает. Новость об этом вызвала скандал. И в итоге популярная соцсеть обросла ими как снежный ком. Дошло даже до обвинений в реальных преступлениях, например, торговле людьми. Журналисты с помощью беглого поиска по ключевым словам на арабском языке нашли сотни аккаунтов с фотографиями выходцев из Африки и Южной Азии, на которых указаны их возраст и стоимость. И это далеко не все. Компания Мета, которой принадлежит Фейсбук, активно ввязалась в войну на Украине. Если раньше за призывы к насилию над русскими, равно как и над людьми любой другой национальности, наступали санкции, а призыв удаляли, то сейчас сделаны исключением. Фейсбук разрешает такие посты в отношении россиян. А с учетом того, как устроена сеть, призывает. А мы все еще внутри этой платформы. Напомню, до 7 часов в день. И большинство пользователей – подростки и молодые люди. Мы теряем реальные связи друг с другом. И вот в условиях пандемии, COVID-19, мы, наверное, вот это особо почувствовали. Важный такой момент – информационная перегрузка. И вследствие этого, собственно говоря, тоже не очень хорошие могут быть последствия. Но такой феномен, я о нем даже не буду остановиться, как клиповое мышление. Также эффект Гугла. Мы помним, где находится, но не помним иногда, что. Однажды попав в такую паутину, выбраться очень сложно. И хотя в психологии пока нет диагноза «зависимость от социальных сетей», все громче звучат призывы признать такую зависимость заболеванием. Это слишком дорогая плата за возможность виртуальной реализации. Очень важно, как потребности удовлетворяются социальные. Для подростка это очень важно. Потребность признания, потребность самоактуализации, потребность самоутверждений, потребность самопрезентации. И вот участие в социальных сетях, оно позволяет им. И здесь огромное поле для манипуляций в том числе. Манипуляция эмпатии. Никто тебя не понимает, а будет группа, которая тебя примет. Пока волна отказов от Фейсбука не может перекрыть поток новых адептов. Хотя некоторые страны решили проблему кардинально, закрыв доступ, как, например, в России, Китае и местами на Ближнем Востоке. Выходит, сегодня Фейсбук — новая империя зла? Постоянные разоблачения, как бы их ни пытались скрыть, только усиливают аргументы регулирующих органов, которые призывают ограничить возможности гиганта социальных сетей. Вопрос. Если у компании полная свобода экспериментировать с нашим социальным благополучием, тонет в финансовых отчетах о рекордной прибыли — почти 30 миллиардов долларов в квартал. А если это нельзя остановить, важно помнить, мир не такой, как лента Фейсбука. Алексей Кряквин, Владимир Слиш, Иван Боровой, Яна Белковская, ОНТ.